В Чебоксарах за решетку могут сесть те, кто сами должны следить за заключенными. Заместителя начальника исправительной колонии номер один, экс-начальника отдела капитального ремонта УФСИН России по Чувашии и замдиректора строительно-монтажного управления номер 13 службы исполнения наказаний признали виновными в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Подробности нам сообщил по телефону представитель следственного управления СКР Владимир Пантелеев. По предварительному сговору между собой в нарушении требований государственного контракта на строительство следственного изолятора заключенного УФСИН России по Чувашской республике со СМУ-13 без надлежащего согласования с заказчиком организовали порталку оборудования, которое по своим техническим характеристикам не соответствует проектной документации. В частности, в СИЗО были установлены не те лифты, медицинское оборудование, рентген и горелки для котельной, а дымовая труба была необоснованно оплачена дважды. В результате федеральному бюджету был причинен ущерб на сумму 7 миллионов 600 тысяч рублей. Подсудимые свою вину полностью признали. В результате Ленинский суд приговорил их крупным штрафом. Так, замдиректора строительно-монтажного управления номер 13 должен выплатить 440 тысяч рублей. Бывший начальник отдела капитального строительства и ремонта УФСИН России по Чувашии и заместитель начальника первой исправительной колонии, в свою очередь, оштрафованы на 290 тысяч и 350 тысяч рублей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!